Всем привет, с вами канал Живой Футбол. Совсем недавно я познакомился с очень талантливым парнишкой, который для своего возраста, для своих физических данных выполняет что-то невероятное с мячом. Сегодня мы с ним пообщаемся, поделаем трюки, сыграем в пану, побьем поворотом, в общем, посмотрим, на что он способен. Субтитры делал DimaTorzok Ворота деревянные такие. Да ладно, деревянные? Да, плохие. Каждый день ходил, играл даже зимой, вот такие сугробы чистили. А ты сейчас профессиональным футболом занимаешься, играешь где-нибудь? Да, в футбольной школе «Сокол». У тебя в Инстаграме написано, что ты сын уличного футбола. А как ты вообще сам себя позиционируешь? Ты футболист, уличный футболист, фристайлер, кто ты? В первую очередь футболист. Я хочу заниматься футболом, но если дальше что-то не так пойдет, вдруг, то у меня есть футбольный фристайлер и пану. А что бы ты вообще хотел добиться в твоем возрасте, о чем ребята думают, какой цели они идут? Хочу стать футболистом вообще, профессиональным. Ну я и вообще хочу и во время футбольной карьеры заниматься трюками панны, и даже после. Но это опять как я хочу. Сложно пробиться в мужской футбол? Да, я еще пришел в Динамо, так же играл с ребятами, забивал там. Ну ничем хуже я не был, просто меня не взяли и сказали, что ты мал. Маленький, да? Да, рост. Ну это такая болезнь в наших тренировках. Ну есть такое, что очень часто тренера все-таки в первую очередь смотрят именно на физические данные, на тропометрические. Потом все выровнятся, выровнятся. Ну не переживай, не переживай, что ты. Все нормально. Выровнятся потом все. Только уже будет тогда решать техника, а не физика. Здесь я могу с тобой только согласиться. Вырастешь, будешь как Месси, да? Ведь Месси тоже, знаешь, невысокий, а что творит вообще футбол. Я вижу, что очень много крутых трюков, элементов умеешь делать, а можешь отказать свой любимый. Первый трюк называется Слэп ЭТВ. Просто жесть вообще. Вы когда-нибудь видели, чтобы малой такие фишки вытворял? Второй из-за клипс. Просто это что вообще? Долго ты тренировал эти элементы? Слэп ЭТВ по-моему два дня вроде. Что? Два дня? Да. Ты тренировал этот трюк два дня? Я со школы пришел, увидел там, попробовал это сделать. Сначала не получалось, а потом получилось. Выглядит так, как будто ты всю жизнь эти трюки тренируешь. Ты их так легко и красиво делаешь. Я предлагаю сделать сейчас с тобой челлендж. По три трюка друг друга загадаем. Соответственно, кто больше из нас чужих трюков повторит, тот и выиграет. Классно, давай попробуем. Ладно, я такой не очень люблю этот элемент. Последняя попытка. И почти. Теперь загадаюсь Семену. Так. Ладно. Плохо. Длины ног не хватает потом. Да, мне реально не хватает. Да ладно, не сделал. В принципе, мяч удержал. Я же по факту поймал. Я просто его... Красава, Семен. Мы же посмотрим, кто такого придушит. Хилкросс. Хилкросс я как-то раньше делал. Чуть-чуть надо, чуть-чуть. Ты подбиваешь, как будто вообще подъемом. Ты смотри, какие инвалиды. Есть. Он жонглирует. Абаса ТВ называется. То есть, вы не обязательно будем делать, или я могу вам? Ну, так как я повторю. Я же повторю, как ты их делаешь. Их разплываешь, и красиво. Неплохо, неплохо. Пока Семен думает, нужно отметить, что у парня очень красивый стиль. И очень уверенно жонглирует. Правильно, потому что он тренируется очень часто. Прямлящ держится очень стабильно. Умри, Слав, просто. Это будет красиво. Клипер, пятка. Я все, я вызвал. 112. Ого! С первой попытки. Не так чистый и красивый, как он. Но, в принципе, все то же самое. Повторил. Красиво. Аплодисменты. Идеальное исполнение. Представим, ченниж закончен. Выигрывает Семен. Переходим дальше. Сем, ну мы поняли, что у тебя с трюками все в порядке. Покажи, что у тебя с ударом. Там вратаря на воротах нет, но давай вот в перекладину. Хорошим, плотным. Ой, шесть гола. А второй раз. И какой-нибудь еще трюк добавить. Хорошо. И туда же. Туда же. Давай третий. В девятку, красавчик. Слава, ну даже ты, мне кажется, так не сможешь. Ну о чем ты? Такое расстояние отсюда даже просто неинтересно. Вот с центра был бы... Окей, если сейчас с центра с первой попытки попадаешь в перекладины, то вечером я проставляюсь, покупаю большое ведро крыльев к футболу. Идет, поехали. Но если не попадаешь, покупаешь ты. Договорились. С первой попытки. Сейчас взрослый дядя покажет, как это делается. С нормального расстояния. А что-то нормально? Ну да, метров 40-45. Ну что, проиграл? Ты проиграл? Проиграл. Тома матч скоро начнется. Давай закажем крылышек в Яндекс.Идии. Давай. Уваженница. Слушай, тут куча вариантов. Где заказывать? Главное, чтобы барбекю, ну или что-нибудь поострее. Ну вот смотри, какие есть. Тут все еще. Пойдет соус, барбекю. Так, все, заказываю тогда. Верс через 30 минут будет. Как? Офигеть, быстро доставили. Ну. Ё-моё, ё-моё. Друзья, если вы так же, как и мы, любите вкусно поесть во время просмотра футбола, скачивайте приложение Яндекс.Еда по ссылке в описании. Широчайший ассортимент, а главное, быстрая доставка вам обеспечен. Месо, ме. Мы тут для Семена подготовили кое-что интересное. Это бутсы, а точнее залки. Новенькие иксы, размер 2,5 UK. Просто посмотрите на эти крохи. У меня рука больше. В конце видео мы их подарим, мне кажется, он будет рад. Ты много времени тренируешься, сколько там часов в день или сколько дней в неделю? В основном я все время тренирую, но не знаю, что делать, если не тренируешь. Грамотное решение, правильно. На компьютере не играешь? Нет. У меня даже ни одной игры нет в телефоне. На компьютере. А сейчас у нас челлендж на жонглирование. Я заметил, что Семен нереально быстро жонглирует своими маленькими ножками. И суть челленджа такая, что у каждого будет по 30 секунд, и кто больше нажонглирует за это время, тот, собственно, и выиграет. Погнали. Раз, два, три. 69, 70. Я сделал 70 раз, сейчас попытка Семена. Я, кстати, не думал, что за 30 секунд можно 70 раз делать. Два, три. Стоп. Блин, я не знаю, это было точно 87, но то, что больше тебя, это 100%. Ну, в принципе, здесь победа аналогичная. У нее такие маленькие ноги и промежуток между подбивом мяча и следующим подбивом, очень коротким. Прям тук-тук-тук-тук-тук-тук. Мне просто даже физически тяжело так. И он ножковая. 35-й у меня. В этом челлендже побеждает Семен. Нужно переходим к следующему? Переходим к следующему. Мячи заменили на скотч. Настоящие боевые условия. Погнали. Кто больше начеканет? Кто потеряет первое, вернее. Слава, Слава. Итак, кульминация сегодняшнего дня. Семен снял кепку. Семен снял кепку. Это, естественно, пана челлендж. Чтобы выиграть всю игру, нужно выиграть три партии. Одна партия идет до двух голов. Если в партии кто-то прокидывает пану, то это сразу считается нокаутом. У Семена есть некие преимущества. У него домик гораздо меньше, чем у меня. Он более мелкий, более юркий. Погнали. Там, в общем, по ходу, вы разберетесь. Раз, два, три. Очко, две упало было. Так, один ноль. Маленький, веселый. Слава, тут какой-то опыт по ней есть. Один один. Опа. Танцы со звездами на льду. Так. Это самый нелепый гол, который я когда-либо пропускал. Ей 2-1, Семен забирает первую партию. Отнимал мяч. Или что, Семен, у меня здесь 2 номера. Ой, была, была, была. Аккуратненько, небольших завозиков, но проскочила. Футбольная, футбольная. Больше футбольную пану, но, блин, пану-испану аккуратненько закатил. Ты что-то один один по партию? Да. Мой разозлитый, сейчас. Ты что, пошел сразу. Quick fit. Quick fit. Быстрее ножки. Да, чтобы я все верю. 1-0. Да, 1-0, да? Счет 2-1 по партию, я забираю третью партию себе. Вот это хорошо было. Я раскрыл. Да, да, Семен тоже имеет базовое движение тело. Один-один. У-у-у. Ну, все, сорян. Ну, думаю, сделал сильно, вдруг, наверное, не попаду. Ну, попал. Поэтому, к сожалению, для Семена, но, наконец-таки, блин, я выиграл. Наконец-то. Я еще возьму, реванш, точно. Для его возраста. У него очень хорошие базовые движения. Он придумывает реально очень крутые трюки, крутые выходы на пану. То есть, если бы я до этого никогда не играл в пану, то я бы 100% здесь пропустил. У меня все-таки хоть какой-то опыт есть, поэтому я довольно-таки легко оборонялся, все попытки напрочь пересекал. Я это чувствую, потому что кое-что мне пробросить. Мне очень легко. Мне как раз и нужно было где-то гол забить, немножко похитрее сделать. Игра была хорошая, красивая. Для его 12 лет, для его атропометрических данных, такой уровень показывает крутой. Будешь прогрессировать, потому что наверняка многие себе говорят, о, ты круто все делаешь. Не нужно на это обращать внимание. Обязательно дальше тренироваться. То есть, постепенно, с каждым в нем быть на степеньку лучше. Ну, чтобы, так сказать, скрасить твои тренировочные... Будни. Будни, да. Такой тебе небольшой презент от нас. Спасибо большое. Пушка. Да, вообще спасибо большое. Ну, года два назад мне скажи, что я бы оказалась рядом с вами, я бы посмеялась только. Напишите в комментариях, как вам Семен, как его игра. Ну, а на сегодня все. Огромной всем удачи и пока. Семенович, понешь эту камень? Как бы так? Да. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Продолжение следует...